Привет, меня зовут Георгий Лосев, я профсоюзный левый активист. Ну, во-первых, пенсионерам сейчас уже сложно искать работу, вообще пожилым людям. И поскольку ничего не делается для того, чтобы эту дискриминацию как-то свернуть, ясно, что люди, которые уже теряют работу, не могут ее найти и уже не получают пенсию, они просто будут нищенствовать. Это приведет к следующему. Появится огромная армия людей, готовых работать за любую зарплату на любой работе, что, конечно, негативно скажется на рынке труда и упадут зарплаты у всех просто. Это непосредственно касается и молодежи работающей. Ну и в-третьих, собственно, вся пенсионная система унаследована от Советского Союза. Смысл его в том, что работодатель, который в течение, ну там, совокупный работодатель, который в течение жизни использует работника, отчисляет дополнительно траты. Они лежат на плечах у работодателя, он обеспечивает как бы старость рабочего класса. То есть он как бы платит в бюджет, из этих денег покрываются пенсии для стариков. Наше государство, начиная еще со времен Ельцина и последовательно продолжает, пытается избавиться от этого бремени на плечах работодателя и переложить его на плечи самих работников. То есть чтобы сами работники, по крайней мере, обеспечивали своих стариков пенсию переложить на их плечи. То есть платили из собственного кармана. Естественно, это интересно в первую очередь классу капиталистов совокупному. Потому что сейчас они оплачивают старость работников. После реформы, ну как бы, это большой шаг к тому, чтобы полностью отказаться от пенсий. Начиная с 90-х годов пытаются сделать так, чтобы государственных пенсий вообще не было. Соответственно, этот груз рано или поздно, если эта реформа удастся, падет с плеч капиталистов. У них сразу же вырастет, снизятся издержки на рабочую силу и, значит, вырастет прибыль. Это им выгодно. Они это называют инвестиционный климат. Какой Путин, там двойник вообще давно сидит. Шутка, но он же, как бы, человек, насколько известно, маниакально заботящийся о своем рейтинге. И даже, как бы, сейчас он выиграл выборы, вроде ничего не надо. Но ничего говорить не будет, потому что он, в принципе, не участвует в непопулярных вещах. То есть, как бы, все, как бы, адские реформы, которые проводятся, это, вот, как бы, плохие бояре, а царь хороший. Ну, это все. Организовываться, в первую очередь. То есть, как бы, протестовать. Они сейчас, наши власти рассуждают примерно так. Как бы, если можно ехать, значит, надо ехать. Соответственно, надо просто не давать на себе ехать, организовываться и выходить на улицы, протестовать. Значит, организации пригодятся и, вне зависимости от того, как закончится эта история с пенсионной реформой, они для дальнейшей борьбы пригодятся. А если она закончится отменой, значит, можно будет перейти в наступление и какие-нибудь другие адские законы, которые были введены, отменить. Так что, не надо плакать, организуйтесь. Продолжение следует...